Друзья, все секреты настоящей пиццы, как в Италии, готовим в домашних условиях. Расскажу все тонкости приготовления пиццы, а пока вы смотрите, напишите в комментариях, где вы кушали самую лучшую пиццу. Любая пицца начинается с приготовления вкусного теста, так что займемся этим приготовлением. Первое, с чего мы начнем, это сухие дрожжи. Нам понадобится 3 грамма сухих дрожжей. Зальем 100 грамм воды. Эту воду мы учитываем в рецепт, потому что жидкость, общее количество жидкости, зависит на конечный результат теста. Вода у меня комнатной температуры. Сахара добавляем 12 грамм. Это полторы чайной ложки. Теперь оставляем в теплое место, пускай у нас поднимется опара. Далее нам понадобится 200 грамм воды. Воду мы изначально ставим сразу в холодильник и не забываем, что общее количество 300 грамм, 100 грамм ушло на опару с дрожжами. 200 грамм мы ставим в холодильник. Благодаря холодной воде нам будет легко вымешивать тесто в плане того, что у нас дрожжи не перегреются и они смогут хорошенечко сработать. И благодаря холодной воде ваше тесто может стоять в холодильнике минимум в двое суток. Просеиваем 600 грамм муки. Всегда, когда работаете с мукой, ее нужно обязательно просеивать. В нее же добавляем соль. Хорошую щепотку. Друзья, в этом видео я делюсь максимально всеми секретами приготовления теста, соуса и в принципе момента приготовления в домашних условиях крутой вкусной пиццы. Как из лучшей пиццерии вашего города. Спустя один час мы понимаем, что опара наша готова по вот этой пенке сверху. В просеянную муку добавляем 45 грамм оливкового масла. Берем очень холодную воду, в которую мы заранее поставили 200 грамм в холодильник и добавляем. Добавляем сразу же опару. Запасаемся хорошим настроением и начинаем хорошенечко вымешивать наше тесто. Если у вас есть кухонный тестомес, лучше это сделать в нем. Тесто вымешиваем минимум 10 минут. Я вам гарантирую, что у вас получится действительно идеальное, вкусное, хорошее тесто. Как вам понять, что тесто уже готово и замешано? Когда вы прикасаетесь к нему, легенько прилипает и сразу отходит от пальца. Так же самое, но вот этот звук вы должны услышать. Дышащего, живого теста. Итак, сразу делю на пополам. Посмотрите, какое оно внутри. Далее прокатываем тесто. Прокатывается очень легко. Вот таким вот образом. Две руки взяли, сложили и прокатали. Вот такой шарик должен у вас получиться. Если вы хотите действительно получить правильное, крутое тесто для пиццы, оставляйте минимум на 2 часа в холодильнике, либо где-то минут 40-45 в теплом месте. Тогда все ингредиенты подружатся вместе, опара сработает и вы получите очень крутой бортик и вкус. Тесто должно быть полностью герметично упаковано без воздуха. Это тоже очень нужный факт. А теперь займемся соусом. Возьмем 200 грамм 20% сливок. Добавим сливочное масло 30 грамм. Добавим маленькую щепотку соли. Пару грамм мускатного ореха. И чайную ложку соевого соуса. Все это дело ставим на огонь и доводим просто до кипения. Довели до кипения, сняли с огня. Волшебный сливочный соус, который сочетается с грибами, просто идеально. А если вам полезно это видео, ставьте свой лайк, подписывайтесь на мой канал. У меня очень много классных рецептов. Все они проверены на моем опыте. И я гарантирую, что каждый из них у вас получится. По возможности всегда берите несколько видов грибов для грибной пиццы. Чем больше видов, тем она насыщеннее и вкуснее. Я же буду сегодня использовать сухой гриб, белый гриб и шампиньон. Для вас бы я порекомендовал взять шампиньоны, лисички, вешенки и немного белого гриба. Любые сушеные грибы обязательно заливайте теплой водой, для того, чтобы они постояли несколько часов. Шампиньоны предварительно обжариваем на растительном масле. Белый и сушеный гриб, который мы предварительно замочили, добавим в самом конце жарки и заправим. Обжариваем на максимальном огне буквально 3 минуты. Грибы обжарены на 80% готовности. Остальные 20% доготовится, когда мы будем готовить пиццу. И помните, сушеные грибы всегда имеют внутри очень много песка. Их надо очень хорошо промывать и несколько раз менять воду. Белый гриб нам понадобится буквально немного, грамм 30-40 на все это количество. Почему? Потому что кто уже кушал, он знает, что это очень яркий, выраженный вкус. Добавляем в наши шампиньоны жареные, заправляем соевым соусом. Он раскроет вкусы и насыщеннее сделает аромат наших грибов. Приправим черным молотым перцем и перемешаем. И заготовка готова. Спустя 2 часа в холодильнике мы берем кусочек нашего теста, Хорошенечко присыпаем мукой и начинаем от середины. Только пальцами. Таким образом мы делаем бортик. Тесто растягиваем вручную, ничего не растягиваем скалкой, только все вручную. Тесто, когда хорошо постоит, оно очень хорошо, податливое, и с ним очень легко работать. Как видите, я работаю на муке. Подсыпаем муку, чтобы было очень удобно. Если вдруг у вас произошел вот такой разрыв, ничего страшного. Я его специально сделал для того, чтобы показать вам. Вы берете нахлёстом друг на друга и хорошенечко запечатываете. А тесто еще можно растянуть вот таким вот образом. Подкидывая и растягивая. Смотрите, как огромное становится. На тесто мы выкладываем соус белый, который мы приготовили предварительно. Добавляем нашу грибную заготовку. Ставим без фанатизма, ровненьким слоем, так, чтобы на эти борта у нас ничего не ложилось. Потому что они должны подняться и сделать красивый бортик. Натираем сыр моцарелла. Поправляем сыр так, чтобы он был равномерно распределен по нашей пицце. Друзья мои, для пиццы очень важна температура. Вообще она выпекается минимум 350 градусов. Это для того, чтобы она приготовилась. Красивая корочка была. Хорошо зажаренный, запеченный сыр. У меня же духовка разогревается до 250. И в этом немного есть проблема. Хочется максимально приблизиться к оригиналу. И поэтому я использую вот такой вот универсальный гриль, который сейчас разогреет до 300 градусов. Возьму вот такой классный коврик и пожарю там пиццу. Этот гриль очень большой помощник на моей кухне. Почему? Потому что он готовит и вкусное, красивое мясо, и овощи, и даже пиццу. Приобретал я его на сайте grilli.com.ua. И не только гриль, и матики, и щипчики, и термометр. Все ссылочки оставлю в описании к этому видео. Так что пользуйтесь на здоровье. Ставим пиццу. Закрываем. Смотрите, какие получились у нас бортики правильные. И она ни капли не подгорела. Я довел ее до румяной корочки. И снимаем. И очень правильный момент. Когда вы достаете гриль мат, либо сетку для пиццы, либо противень, он должен быть холодный. Иначе, если вы положите на горячее тесто, оно прихватится, прилипнет, и вы никогда не отлепите его от того, на чем вы будете готовить на гриле. Притрусим свежий аромат на зелень. Я использую укроп. Вы можете добавить зеленый лучок, петрушечку, кинзу. В общем, все, что вы любите. Это уже такая домашняя фишечка. Обычно в кафе добавляют сушеный орегано сверху, базиличок. Ну, я хочу абсолютно свежую зелень. Берем за бортик, сворачиваем его, и запускаем пиццу. Потрясающе. Просто потрясающе. Это очень вкусно, ребят. Специально для вас развернул бортик, который абсолютно готов. На самом деле, расхваливать эту пиццу нет никакого смысла, потому что сама цель рецепта передать вам настоящий, действительно проверенный рецепт, который вы, в принципе, не найдете в просторах Ютуба. Я вам очень рекомендую попробовать вкусная начинка оригинальная, вкусный соус и вкусное тесто для пиццы. Все это мы собираем, правильно готовим и получаем хороший результат. Всех обнял. Всем пока.